всем большой привет вы на канале вязаные истории меня зовут юля сегодня у нас уже 3 февраля и я думаю самое время поделиться с вами тем что я связала за январь получилось 19 игрушек и из них всего одна игрушка у меня связана в полу хлопки это вот такой маленький серенький котеночек самая первая игрушка января это у меня было и на котенка есть мастер-класс на канале очень легкий пошаговый котенка ручки-ножки на нитяном креплении голова пришивается к толщу и ушки с хвостиком пришиваются сама мастер-классе я вязала котика из плюшевой тонкой пряжи гернара толча бэйби ну так они смотрят на мой взгляд схема подходит только для полу хлопка для плюша уже немножко нужно будет ее переделывать ну и так смотрятся котенки хлопка мне очень нравится правда маленький легенький миленький котеночек быстро вяжущийся что самое главное из плюшевого варианта мне кажется получилось большеватое туловище по отношению голове ручкам и чтобы хоть как-то его приукрасить сарафанчик бодик чтобы все прикрыть тоже получилось конечно на любителя но это лучше чем без сарафанчика и так мне уже нравится гораздо больше еще одной моей готовой работы январе но только на которую еще пока нет мастер-класса но будет является вот такой мишка 3d мастер-класс на него я еще не успела снять скорее всего очередь для него дойдет только в марте потому что на феврале мне покажет другие планы плохое освещение поэтому не передается настоящий цвет кофточки он такой прям бордовый я сейчас поставлю давяло для вас ведь бог те его цвет передается полностью там хорошо видно а Субтитры создавал DimaTorzok Мишка довольно крупный, на него ушло около двух мотков пряжи основного серого цвета, белого как видите совсем немножко, плюс еще я использовала серенький фетр и вот такую пряжу, это у меня была кажется пехорка бисерная, акриловая пряжа, но для такого мишка подошла отлично. И еще я использовала ему вот такие пуговички, ручки, ножки у него ввязываются, пришиваются только ушки, носик и голова к туловищу. Еще одной моей работы были вот такие зайчики. Зайчики это бесплатный мастер-класс, я нашла его в инстаграме, он в текстовом формате, но на моем канале есть видео мастер-класс на такого зайчика. Для тех, кто любит вязать по видео мастер-классам и кому сложно, например, вязать по текстовым, есть подробный попетельный мастер-класс на такого зайчика. У него очень длинные ушки, ручки, ножки у него на нитеном накреплении, мордочка, уши, голова пришиваются к туловищу. Тоже крупный зайчик, на туловище уходит два мотка, туловище, ну в смысле туловище и ушки, и дополнительного цвета, немножко белого, дольче, и это лизе с оптибеленький. Таких зайчиков у меня 4, сидят на камере уже 3, и вот это 4 зайчик, уже полностью закончены они, готовы. И, наверное, еще я куплю какую-нибудь ленточку и сделаю им бантик, где-нибудь вот здесь на шейке. Также у меня еще связались вот такие бандочки, у них ручки и ножки на шпринтовом укреплении, то есть они поворачиваются. На все 360 градусов. Голова пришита к туловищу, хоть в оригинале мастер-класса, по-моему, на голову тоже используются шпринты, но я этого делать не стала. Кстати, ссылочки на все игрушки, которые я сейчас показываю, будут в описании к этому видео. Если какая-то вас заинтересовала, можете открывать инфобокс, и там будет ссылочка на страницу, где я взяла этот мастер-класс. Это мастер-класс по пандам бесплатный, также в инстаграм. Пандочки у меня было две. Глазки я бы сделала поменьше, но такие должны были быть в фотографиях, которые мне прислала заказчица. И пришел сделать такого же размера. Хотя я бы сделала, наверное, намного меньше, чем они вот сейчас есть. Все, пандочек вам показала, теперь у меня есть еще связанные котята. Вот такой розовенький. Все они идут с синими глазками, я хотела тоже другие, но у нас нет в магазинах пока что выбора, поэтому я взяла какие есть. Котики очень, мне кажется, известные. Описание есть бесплатное, в инстаграме я его также нашла. Но мне подсказали то, что если у вас, например, нет инстаграма, вы можете зайти на сайт Амимор. Ссылочку на него я тоже оставлю под этим видео. И там присутствуют все схемы, которые можно найти в инстаграме, они большинство есть на этом сайте. Если очень сильно захочется вам связать такого котеночка, я думаю, не возникнет у вас проблем, чтобы найти этот мастер-класс. Два котика у меня в таком рыжем цвете. В одном из своих видео я рассказывала и показывала, как я делала утяжки на лапках. Почему-то, как бы я ни старалась, когда я вяжу много одинаковых игрушек, все они у меня получаются разного размера. Наверное, проблема в том, что я не вяжу их за один день. Например, котика я вязала одного, связала, потом через несколько дней я связала второго. И, думаю, вам сразу заметна визуальная разница у одного голова чуть больше, а у второго поменьше. Но это не страшно. Еще один вид игрушек у меня был, это мишки. Те, кто давно подписан на мой канал, видели их уже, наверное, неоднократно. Я их часто вяжу. Вот такие у меня мишки в костюме супергероев. Мастер-класс Тани не стырцовала, он платный, она есть в Одноклассниках и в Инстаграме тоже ссылочки будут под видео. У мишек съемные комбинезончики. И посоветую одной из моих подписчиц я сделала на комбинезонах планочки. Потому что до этого вязала просто кромочными бетлями. Заканчивалось вязание без вот такой планочки. А сейчас мне посоветовали, и это смотрится уже немножко аккуратнее, симпатичнее. Получается, добавила здесь, с этой стороны петли, с этой стороны, и потом их просто наложила друг на друга. Такие получились мишки. Их у меня всего три. Два в костюме миньона и один у меня в костюмчике Человека-паука. Мишки довольно крупные, я вяжу их из анализов, две ниточки. У них приклеены реснички и приклеена вот эта аппликация. Здесь также Человек-паук приклеенный. Я использую клей Moment Crystal. Он отлично все держит. И я не переживаю за то, что что-то может отклеиться. Комбинезончики у них съемные. Сейчас покажу, как Мишка выглядит без комбинезона. Вот так это смотрится. Туловище у него идет цельновязанное. От ножек к отловищу и потом сразу же идет переход на голову. Ручки на нитяном креплении, ушки и мордочкам с носиком пришиваются. Вот такой мишка. Очень мне нравится. Я уже, правда, связала более десяти таких мишек. И все в разных костюмах. Костюмы, кстати, вяжутся по одной схеме. Единственное то, что я меняю, это вот такие всякие. Вырезаю с фетро эмблемки. Ну и цветовая гамма меняется. В зависимости от того, какой мне нужен супергерой. Мишки очень популярные, но, скорее всего, я уже больше не буду брать на них заказы. Хотя бы пару месяцев надо от них отдохнуть. Потому что уже, правда, устала вязать одно и то же. Считайте, один от этих мебедей точно уже было таких связано. И это начиная с сентября месяца, кажется. Я думаю, это слишком много. Надо взять перерыв. И последней игрушкой, которая у меня была связана в этом месяце, у меня были вот такие мишки. Мишка-тишка. Вот такой я все равно его считаю готовой игрушкой. Не пришит он, потому что мне не хватило пряжи на 2 рядочка на голове для того, чтобы закрыть. Но у меня был последний моток такого цвета. И в магазинах у нас тоже нигде его пока что нет. И потом мишка будет лежать, просто теперь ждать, пока появится этот цвет. И я его доделаю. Но пока-то уже работа готовая. Так что я тоже его засчитываю к себе в январь. Но так как у меня было заказано 3 таких мишки, я отложила этого. И связала их из другого цвета. Получается вот такие. Теперь они светленькие. Немножко он отличается от того коричневого. Почему-то тот был самый первый. Хорошенький эти. Немножко по-другому смотрятся. Но все равно они такие же миленькие, интересные. Очень интересная. И в то же время легкая схема вязания. Доплатный мастер-класс. Ссылочку на авто я также оставляю под видео. Так, это первый мишка. Это второй мишка. Точно такой же. Они одинаковые. Мне еще нужно связать третьего медведя. Но он уже пойдет в работу в феврале. Потому что он у меня еще в незавершенном виде. И показывать я его вам здесь пока что не буду. Также к этим мишкам будут идти комбинезончики. Они тоже уже в процессе. Готовы полтора комбинезона. И тоже показывать не буду. Потому что они как-то не назовешь, что готова работа. Они еще не оформлены. Без пуговичек, без поспрятанных ниточек. Так что мишки пока просто вот такие без одежки. Без ничего. В следующем видео я уже покажу вам, как смотрятся комбинезоны. Они будут разных цветов и такие интересные. Думаю вам понравится. Потому что я от них уже в восторге. От этих комбинезончиков. Все, на этом мои готовые работы за январь закончились. Я очень надеюсь, что в феврале у меня будет месяцем уже полухлопковых игрушек. Потому что получилось так, что весь заказ состоял из одних плюшевых. И как-то я даже соскучилась по полухлопку. Всем спасибо за то, что провели это время со мной. Надеюсь, вам понравились какие-нибудь игрушки. Вы вдохновились чем-нибудь. Переходите по ссылочке под видео. На понравившую игрушечку. Получается, в основном, все по бесплатным мастер-классам. И только две были связаны по платному. Это Мишка Тишка и Мишка в костюме Супергероя. Все свои работы готовы я вам показала. Всем спасибо за просмотр. И до новых с вами встреч.